Праздничная литургия Празднование первого юбилея Мариинской епархии завершилось концертной программой и поздравительными выступлениями. Престольный день в Зеледееве Храм святых мучеников Флора и Лавра, известный своим реабилитационным центром для наркозависимых, отметил День Святого Покровителя. Мы против экстремизма и терроризма. Руководитель православной гостиной встретился со школьниками, чтобы поговорить о проблемах современного общества. Торжества по случаю празднования пятилетнего юбилея Мариинской епархии прошли 8 сентября в городе Юрга. Центральным событием праздничного дня стала Божественная литургия в Кафедральном соборе Мариинской епархии, храме Рождества Иоанна Предтечи. В богослужении участвовали шесть архиереев, прибывших на торжества из различных епархий русской церкви. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан, епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. На богослужении присутствовали также представители власти и региона. Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова, председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Иванов, а также глава Юргии Сергей Попов. Преосвященным архипастором сослужились священнослужители Мариинской, Кемеровской, Томской, Курской и Ордатовской епархий, прибывшие на торжества по случаю юбилея. Богослужение украсило пение хора Храма Святой Троицы города Кемерово под управлением Константина Туева. Песнопения литургии в этот день были посвящены чевствуемой Владимирской иконе Пресвятой Богородице, а также исполнены благодарения Господу Богу о явленных им благодеяниях. По окончании литургии было совершено краткое молебное пение, завершившееся прочтением трех молитв. Благодарственной, у многоразличных благодеяниях Божих, молитва Богородицы перед ее Владимирским образом и молитва святителю Феофану Затворнику, мощи которого прибыли в этот день в Мариинскую епархию. Многие благая лето желали присутствовавшие на богослужении Владыке епископу Мариинскому и Юргенскому Иннокентию, который отметил также и личное торжество – день рождения. В дар епархии митрополит Аристарх передал благолепный образ Воскресения Христова. Владыке Иннокентию глава Колобасской митрополии подарил комплект архиерейского облачения. Прославляя чудотворный образ Владимирской Божией Матери в этот день, который, как известно, соединил прочными духовными узами православную Византию и Святую Русь, мы сегодня все вместе молились, чтобы ее материнская неусыпная молитва хранила и нашу кузбассскую митрополию, все три епархии – и Кемеровскую, и Мариинскую, и Новокузнецкую – в единстве веры в союзе мира. Приветственный адрес от имени главы кузбасса Мангумерча Тулеева зачитала Елена Пахомова, заместитель губернатора Кемеровской области. Позвольте выразить вам глубочайшую благодарность и признательность за восстановление и строительство храмов, часовин, создание воскресных школ, большую просветительскую и миссионерскую деятельность, патриотическое воспитание подрастающего поколения, неустанную молитвенную поддержку тружеников Кузнецкого края, заплодотворное сотрудничество с администрацией Кемеровской области и органами власти разных городов. Да хранит Господь народ Божий в мире и согласии. Преосвященный Владыка Иннокентий, в свою очередь, сердечно поблагодарил всех участников торжества. Я сердечно еще раз выражаю свою благодарность и нашим высоким гостям, вам, отцы и братья, администрации и области, и города, за то, что сегодня вы радуетесь вместе с нами. Милость Божия и благословение Царицы Небесной пусть не оставит нас ни в всем веке, ни в будущем. Аминь. В ходе торжеств, посвященных юбилею Мариинской ипорхии, состоялось торжественное открытие ипорхиального социального центра имени святой преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. В этом центре будет координироваться деятельность ипорхиального отдела социального служения и благотворительности под руководством Анастасии Олеговны Шаргазиной. Юргинский ипорхиальный социальный отдел ведет активную противоабортную деятельность, сбор подписей против абортов, раздачу тематических буклетов, проводят акции и лектории. Юргинский ипорхиальный социальный центр, Юргинский ипорхиальный центр был образцом для приходских центров социального служения. И как прежде, свое служение мы начинали с нашего общего богослужения, освящения Сретенского храма. Такое общее дело. И сегодня вы тоже, такая связь времен продолжается. Вы опять же полагаете своим благословениям наше новое начинание. Сердечно вас благодарю. Присутствовавшие на торжествах владыки приняли участие в освящении центра. В открывшемся центре будет продолжено оказание помощи женщинам, отказавшимся от аборта и попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Кафедрального собора Юрги уже до этого существовал антикризисный центр помощи беременным женщинам, многодетным и малоимущим семьям с детьми «Мамина радость». А благодаря открытию центра для мамочек появилась возможность комфортного временного пребывания для того, чтобы вместе с ребенком пережить временные жизненные неудобства. Большое празднование первого юбилея Мариинской епархии завершилось торжественным актом, который состоялся в городском дворце культуры Победа. Эта часть мероприятия началась с демонстрации юбилейного фильма о становлении епархии и подведения первых итогов. В епархии образованы четыре церковных округа – Анжиросуджинский, Топкинский, Мариинский и Юргинский. На сегодняшний день свое богослужение в епархии несут 38 клириков, духовно окормляя более сотни приходов. При епархиальном управлении работают несколько специализированных отделов. Отдел религиозного образования и катехизации, а также отдел миссионерской работы возглавляет протеерей Александр Гамзяк. Его деятельность направлена на создание и развитие системы религиозного образования мирян на всех ее ступенях и уровнях – в воскресных школах, в общеобразовательных учреждениях. Фильмы о деятельности епархии мы немножко посмотрели, чтобы сложилось понятие, чем же занималась епархия все эти годы, что происходило в ее жизни. А то, что происходило, оно действительно происходило благодаря нашим совместным усилиям, совместному труду. И то, что действительно эти годы мы были друг другу помощью и поддержкой. Поздравляю вас с этим славным юбилеем. Желаю мира и благоденствия, здравия и многих благих лет. Спасибо, Господи. От лица духовенства и мирян в адрес виновников торжества в этот день звучали слова поздравления и напутствий. Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка Иннокентий, примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, духовной радости, благотворного долголетия и милости Божиих в архипастерских трудах во славу Матери Церкви Христовой и нашей Великой Родины России, Кузбасса. Низкий вам земной поклон за укрепление мира и согласия в обществе, создание храмов, часовен, воскресных школ, неустанную заботу о приумножении духовно-нравственных ценностей. Да не спошлет Господь свои щедрые дары вам, вашим родным и близким, дарует всесильную помощь на многое-многое и благая лета. С уважением, губернатор Кемеровской области Аман Умерович Тулеев. Глава города Юргий Сергей Владимирович в своем выступлении отметил, что мы с ним были участниками того знаменательного исторического события, когда пять лет назад на Соловках представитель нашей церкви, святейший патриарх Московский, Серуси Кирилл, рукоположил Владыку Боебископа. И вот в год образования Малинской эпохи и в этот знаменательный день архиевской хератонии Владыкина Гентия, патриарх Московский сказал такие слова. «На тебя возлагается особая миссия в составе Темеровской митрополии создать самостоятельную патрию, способную активно влиять на духовно-нравственное состояние общества. В первую очередь заботится о просвещении и освещении всякого человека, приходящего в мир. Осуществляет это служение в соработничестве и сладыкой митрополитовым старком, несущим ответственность за всю митрополию Кузбасса». Глава Кузбасской митрополии отметил, что в современном, быстро меняющемся мире, где христианская система ценностей зачастую искажена, задача каждого священнослужителя и церкви в целом – передавать слово Божье людям, ибо только оно является носителем абсолютной истины. В честь юбилея архиерей вручил представителям духовенства и мирян награды митрополии. «Вручить памятный знак 5 лет Кузбанской митрополии, митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу, главе Томской митрополии». «Новое, новое, 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 новое». К поздравлениям присоединились и творческие коллективы города, певцы и танцоры, совсем юные и уже взрослые артисты, сделали, пожалуй, самый эмоциональный подарок в этот день. Они презентовали юбилярам и гостям города отменное настроение и помогли поставить большой воскресательный знак в череде праздничных мероприятий, посвященных пятилетию Мариинской епархии. «Мы белые ангелы, но не улетели мы, и просто хотели бы крыльями неба коснуться, что сейчас». На днях свой престольный праздник отметил храм святых мучеников Флора и Лавра в селе Зеледеево Юргинского района. Известен этот приход далеко за пределами Мариинской епархии. Настоятель храма, отец Дионисий Пучнин, уже более 10 лет руководит реабилитационным центром для наркозависимых и алкоголезависимых молодых людей. Поздравить прихожан с праздником сельского храма приехал глава Мариинской епархии. В день торжества преосвященный епископ Иннокентий возглавил божественную литургию. Разделили радость праздника священнослужители Юргинского и Топкинского церковных округов, а также Томской епархии и многочисленные гости. Многие из них накануне праздника приняли участие в традиционном крестном ходе. 12-й год подряд верующие из разных городов и сел Кузбасса и Томской области проходят расстояние в 40 километров с иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Шествие берет свое начало у храма Семистрельной иконы Божьей Матери в поселке Заозерным и заканчивается в храме мучеников Лора и Лавра, деревни Зеледеева. В этом году в крестном ходе приняли участие около 120 крестоходцев. Среди них есть люди, которые только сейчас осознали зависимость и впервые прибегнули к помощи Божьей в избавлении от недуга. А есть и те, кто уже не первый год преодолевает большое расстояние в молитве за себя, родных и близких людей. Когда начали идти, это было 7 утра, начали идти, первые 10 километров как-то с усталостью шли. Потом начали, весь крестный ход начал Иисусу молитву читать, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». И как-то в один ритм все вошли, пошли. И как-то с воду, с воодушевлением уже и усталость не чувствовалось, и как-то такое чувство окрыления, и уже шли все, как-то чувство единения, окрыления, и такое же чувство было. По окончании богослужения в честь престольного праздника и крестного хода епископ Иннокентий в своем приветственном слове напомнил молящимся житие мучеников Лора и Лавра и показал на их примере возможность спасения для каждого человека. «Чаще всего такая ленность и небрежение о вечном и духовном людьми современными оправдывается тем, что святые – это какие-то люди особенные были, что это люди не от мира сего, а церковь говорит совсем о другом. Для всех путь пройти со Христом и войти в вечную жизнь возможно». За усердные труды во благо Святой Церкви и в связи с пятилетием образования Мариинской епархии ее глава наградил приход храма мучеников Лора и Лавра архиерейской грамотой. Православная гостиная продолжает свою работу в новом учебном году. Одной из первых встреч в стенах областной научной библиотеки стала беседа бессменного ведущего гостиной про теории Романа Хлепедько с подростками из 65-й школы и 105-го детского дома Кемерово. О том, что такое экстремизм, терроризм и как им противодействовать. Отец Роман предложил взглянуть на проблему с точки зрения духовных знаний. «А энергетика какая классная вещь, да? Это я все искушаю, да? Давай, а похулить, ой, классно, да, ты же крутой, давай, похули там, за школу забеги на 65-ю, да? Идешь все время, а что ты? О, знает, да? Идуешь, и смотришь, 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 и давай смотришь, да? Вот он террористок, ребята! Оказывается, тема эта, не по кого-то по телевизору там, она про нас самих. Главный террорист это я. Что в ней побеждать? И вот сегодня я хочу об этом рассказать. Мы требуем справедливости. Не было справедливости, не было, нет, не было. Мы хотим того, того, того. Господь, да все это будет, только все это будет потом. Хорошо, все, не стремись сразу. И самое главное, я хочу, чтобы все и сразу заповедить наших детей, вас. Я говорю, все у вас будет. Но только не сразу. Заработайте. Пусть это будет вашим. И не только здесь, а еще там. Если человек добивается своей цели через страна не других людей, через слезы и горы, то он будет. Встреча прошла, как это принято говорить, в теплой, дружеской и очень открытой обстановке. Для того, чтобы закрепить полученные знания еще и визуальным рядом, подросткам показали презентации и видео, посвященные непростой теме беседы. Невозможно превратить землю в рай. Надо помешать ей превратиться в ад. Ислам – это замечательная, миролюбивая религия. Но люди используют ислам. То же самое, кстати, используют все христианство. Средние века именем Христа убивали, истребляли целые города, целые народы. Инквизицию не трогайте. Инквизиция при чем? Крестовые походы – правильно. А завоевание Америки – простите. Там же то же самое было, да? Когда именем Христа убивали целые народы Южной Америки, особенно Южной Америки, Северной Америки. Понимаете? Завершилась встреча песенным марафоном, солистом и аккомпаниатором, в котором выступил отец Роман. Песен еще не написаны, Сколько, скажи, пупушка, Робой мой, В городе мне жить или на выселках Камнем держать или гореть, Слеской, Слеской. Уважаемые телезрители, нам важен каждый ваш отзыв. Свои замечания или комментарии вы можете сообщить нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok